Таллинт по праву гордится тем, что в отличие от большинства европейских столиц в своем средневековом ядре, ему удалось сохранить порядка 80 процентов стен живых, общественных, хозяйственных построек, возведенных в средние века. Однако это правило без исключения, и одно из них у нас находится на улице Вене, прямо напротив арки, ведущей во двор к католической церкви Петра и Павла. Это здание под номером 11. Своим обликом оно явно вбивается из ритма застройки старинной средневековой купеческой улицы. И действительно, оно здесь новосел. До марта 1944 года здесь стояли три живых дома, перестроенных из амбара, похожие на соседний дом, где сейчас располагается городской музей Таллина. Они выгорели и ждали лучшего времени до 1954 года, когда в газете «Вихтулехт» была опубликована заметка, война закончилась почти 10 лет назад, а на одной из улиц старого города до сих пор выясняются безобразные обгоревые руины. Надо что-то делать. Действительно, сделали оперативно. Руины были разобраны. Кстати, по счастью, наиболее ценные детали Сорунинградского музея успели снять, они были примены при реставрации других построек. А на разобранной площадке было решено возвести современное здание. Как раз, смотрите, 1954 год. Это у нас постановление о борьбе с культурными излишествами, и на улице средневекового гандзейского ревеля у нас вдруг появляется хрущевка, разве что только покрытая черепичной крышей. Но вот что интересно, в Таллине же еще нет новостроительного комбината. Соро-то силикатного кирпича, а на фасаде прочерчивают бороздки, будто бы он сделан из современного строительного материала, из плит. Но и этого мало. Если мы подойдем к зданию ближе, мы увидим совершенный курьез, не имеющий, насколько мне известно, аналогов нигде в мире. Идемте сюда. Когда в начале 2000-х годов здание подверглется фитическому ремонту, и штукатурку меняли, то решили выделить не только силикатный кирпич, из которого сложено здание, но и вскрыли часть портала 16-го или 15-го столетия. Так что смотрите, единственная в мире хрущевка с элементами подлинной готики. Нигде, кроме Таллина, я лично такого не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok